Лишня. Пойдем. Ну что, дорогие друзья, всем привет, доброе утро. На часах снова 5 утра, и мы опять отправляемся с Вишней на такую импровизированную прогулку-пробежку. В связи с недавними событиями я, конечно, очень долго входила в колею, но я это дело, скажем так, не забросила. Ну, ничего нового пока не могу вам рассказать по ситуации, да, и ничего, собственно, пока не происходит, чтобы вам рассказывать. Вот, пока ничего не известно, пока ничего вообще не понятно, пока мы с мамой только решили, как будем действовать в этой ситуации. Вот по этой аллее мы бегаем туда-обратно. Это что-то закапывает, что ли, на чела? С роду собака у нас ничего не закапывала. Это что такое? Вишня, ты что? Время 5.15 утра, мы пришли на Вишнину полянку, пока никого нет, чтобы ребёнок погулял у меня. Вообще сейчас начала смотреть новый сериал, называется «Мир, дружба, жвачка». Это который вот наш, отечественный, по-моему, даже этого года. Вот что так долго, если честно, не решалась смотреть, потому что, ну, у меня такое скептическое отношение к нашим отечественным сериалам. Ну, я как бы посмотрела первую серию, и мне зашёл сериал, на удивление зашёл, там про 90-е годы, там мальчик попадает в ситуацию, и его дядюшка-бандит помогает ему разруливать эту ситуацию. Ну, короче, сериал очень такой сюжетный и клёвый, скажем так. Так, вот. Про сериал ещё хочу сказать, что он такой достаточно атмосферный, потому что я не знаю почему, но вот особенно у моего поколения зумеров, особенно остро какая-то вот эта странная ностальгия по 90-м. То есть я не жила в это время толком, я 97-го года рождения, я не жила толком в 90-х, но как-то вот эти вот темы именно, вот особенно Брат, фильм, Брат 2, музыка 90-х годов, вот этот дух перестройки, демократии, свободы и так далее и тому подобное, вот почему-то он мне именно близок. Вот почему-то я испытываю какую-то странную, несуществующую ностальгию по тем временам, хотя почему-то я, ну, хотя я не жила в те времена. Но что самое странное, вот именно вот эта вот атмосфера тех времён, она мне настолько глубока и близка, что я не могу никак это объяснить. Как можно испытывать ностальгию по тем временам, в которые ты не жил? Точно так же Екатеринбург. У нас вот эта вот башня стояла, которую снесли телебашню, это вот именно отголосок конца 80-х, 90-х годов. Вот эта башня, она символ именно того времени, ну, как вот по мне, потому что она сама по себе такая страшная, она такая массивная. В то же время она была заброшена, потому что страна резко обнищала, были какие-то перемены, она стала заброшенной, она стала никому не нужной, как и страна в то время, на мой взгляд. И вот эта башня, она для меня была именно символом того времени. И когда её сносили, у меня была какая-то, ну, странная ностальгия и печаль по тем временам. И вот этот сериал именно, он, по крайней мере, первая серия, я пока посмотрела, он отлично передал мне эту атмосферу. Хотя у нас очень много также говносериалов на нашем отечественном телевидении, закосов под 90-е, ничего из этого не вызывает у меня чувство испанского стыда. А вот этот сериал мне именно зашёл. Что ещё хотела сказать? Что самое интересное после этого сериала, после первой серии, у меня такое резкое желание возникло перечитать Бориса Рыжего. Это наш уральский поэт, который творил именно в то время, в 90-х. У него все стихи именно пронизаны вот этим временем. Так интересно. Господи, я думала, мне там фафак. В общем, сериал очень крутой, посмотрите. Хотя, что я его советую, посмотрела только одну серию. Это в моём стиле. Виша, Виш, кто там? Уже две сороки пасут, но именно вишню. А у них вот там вот гнездо. И они нас пасут. И мне нравится, что вишня тут бегает. Там, кстати, вон дороги моют у нас. Обработка какая-то идёт. Пойдём, красава. Чё там смотришь? Время у нас 5.37. Сделано 2.913. Время у нас 10.